Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Краснодонская городская библиотека. Как и многие города Луганщины, своим появлением Краснодон обязан углю, огромные запасы которого и по сей день хранит Краснодонская земля. В историю края и всей советской страны вписано немало ярких страниц, повествующих о трудовых свершениях краснодонских шахтеров. Знаменитое 50-е. На восстановление шахт Донбасса со всех уголков страны Советов съезжались тысячи добровольцев. Ведь промышленность и железнодорожный транспорт в основном питались углем. Страна требовала все больше и больше, но порой не получала запланированные тонны. Вслед за Алексеем Стахановым в 1956 году ярко загорелась звезда краснодонского шахтера, бригадира забойщиков с шахты «Вторая Северная» Николая Яковлевича Мамая. С его именем связан целый период в развитии социалистического соревнования. Именно он в сентябре 1956 года выступил инициатором движения за перевыполнение каждым забойщиком сменной нормы на одну тонну угля. Наверное, символично, что и даты рождения выдающихся шахтеров, родоначальников Стахановского и Мамаевского движений, идут рядом с разницей в месяц. Алексей Стаханов родился 3 января, Николай Яковлевич Мамай, 7 февраля 1926 года в станице Анастасьевской, Славянского района, Краснодарского края. В своей автобиографии он пишет, «Когда мне было 9 лет, я впервые услышал о трудовом подвиге забойщика Донбасской шахты «Центральная Ирмина» Алексея Стаханова, слушая рассказ учительницы о том, что за 6 часов он нарубил 102 тонны угля, чем внес большой вклад в укрепление могущества нашей Родины, я решил для себя вырасту и обязательно стану таким, как Алексей Стаханов». Николай с детства любил технику. После окончания школы пошел работать трактористом в колхоз. 1941 год. Враг напал на нашу Родину. В 17 лет добровольцем Николай идет на фронт. Молодой солдат-артиллерист с болью в сердце воспринял весть о чудовищном преступлении гитлеровцев в Краснодоне. В окопах и траншеях солдаты читали статьи о подвиге молодогвардейцев. Бойцы рвались в бой, чтобы отомстить за смерть краснодонских героев. Еще на фронте Николай Мамай получает письма от брата Григория, который переехал вместе со всей семьей на Донбасс и пошел работать на шахту. Из его сообщений Николай узнавал о большом и благородном труде шахтеров. В стране заводам был необходим уголь, чтобы поскорее разгромить гитлеровскую армию. Завершилась война для Николая Яковлевича в Берлине. Награжден медалями за отвагу, за взятие Берлина, за освобождение Украины. В 1953 году, после демобилизации из армии, он переезжает на Донбасс, в село Поповка, где его ждала семья. В трудовой книжке появилась запись о принятии на работу забойщиком на шахту «Вторая Северная» Треста «Краснодон-Уголь». Уж очень Николаю хотелось быть там, где пролегает передний край советских пятилеток. Горнятская семья встретила его приветливо. Обучал шахтерскому мастерству Николая кадровый забойщик Антон Васильевич Захаров. Он часто говорил своему ученику «Силой много уголька не возьмешь, нужно умение, сноровка». Николай Мамай оправдал ожидания наставника. Такие качества, как выдержка, самодисциплина, приобретенные еще в рядах советской армии, развивались в нем по-новому. В шахтерском деле. После окончания ученичества молодой горняк продолжает изучать приемы труда лучших забойщиков. Через год ему, как лучшему производственнику, поручили руководить бригадой. Мамай бывало говорил членам добычной бригады, «Дело наше шахтерское непростое и нелегкое. Оно не только силы требует, но и души, понимания». Николай Яковлевич делал разборы удачных и неудачных дней, умело расставлял людей по рабочим местам, чтобы обеспечить успешное выполнение сменного задания. Для этого надо было знать способности и характер каждого члена бригады. К этому времени на шахте настали не лучшие времена. Исчез угольный пласт, приходилось рубить в основном породу. Бригада и шахта недодавали десятки и сотни тонн угля. В 1956 году Мамай назначен бригадиром четвертого участка, который числился в отстающих. На третий месяц участок стал перевыполнять план. За это время был собран хороший коллектив, к которому были дорогие интересы шахты. Отбойные молотки закипали в прямом смысле слова, но угля на гора поднималось недостаточно. На рабочем собрании оговаривали условия соревнования, выясняли причины в отстающих бригадах. Заговорили о рекорде. На что Николай Мамай ответил. Хорошо, дадим рекорд. А что будут делать другие шахтеры? Надо, чтобы каждый внес свой труд в общий пай. В сентябре 1956 года бригада Мамая становится инициатором почина за ежедневное перевыполнение сменных норм. Каждый член бригады добывал за смену сверх нормы одну тонну угля. За первый месяц бригада Николая Яковлевича Мамая добыла 900 тонн угля сверх плана. А к февралю 1957 сверх плановая добыча на каждого члена бригады достигла 2 тонны. Вскоре о почине Мамаевцев заговорили на всех шахтах Краснодонского района и Луганской области. Его подхватили трудящиеся всей страны. Так на страницах газет, журналов, в передачи радио и телевидения пришли крылатые слова «Метод бригады Мамая», «Начинание Мамаевцев», «Трудиться по-мамаевски», «Мамаевское движение». Лозунг «В каждую смену давать сверхплановую продукцию» стал ведущим для всех отраслей народного хозяйства. Уже через год по-мамаевски в области работали более 20 тысяч шахтеров. Сам Мамай словно маяк выдвигался вперед и вперед. Меньше трех тонн угля сверх плана за смену не давал. Его учитель Антон Иванович Захаров восторженно говорил ему «Молодец, дружи, украсил ты мою старость своей шахтерской удалью. Я всем с гордостью говорю, Мамай – мой ученик». На шахте Северной за короткое время побывало немало делегаций трудящихся из разных городов страны. И когда 28 апреля 1957 года Николаю Яковлевичу Мамаю и начальнику шахты «Вторая Северная» Николаю Григорьевичу Горлову было присвоено высокое звание Героя социалистического труда, это событие вся бригада встретила как свой большой праздник. Надо сказать, что внутренняя жизнь бригады действительно отличалась добрыми взаимоотношениями. Дружились жены, семьи, проводились вместе выходные дни, праздники. И сам Николай Яковлевич неоднократно говорил «Вам, дорогие мои товарищи, я обязан многими своими успехами в жизни. Вы меня во всем поддерживаете. И хорошо жить в стране, где простого рабочего советская власть поднимает на громадную высоту». В 1958 году Мамай был избран депутатом Верховного Совета СССР, а наследующий – делегатом 21-го съезда КПСС. С трибуны съезда он доложил, что каждым членам бригады сменные нормы перевыполняются на 2,5 тонны. Озвучил проблемы угледобывающей отрасли. Он обратился от имени бригады и всех забойщиков Донбасса ко всем инженерам и конструкторам страны с просьбой создать машины для механизированной добычи угля на пластах крутого падения. В 1960 году бригаде Николая Мамая было доверено введение в эксплуатацию угольного комбайна «Укр-1». За один месяц бригада добыла 15 тысяч тонн угля. Непростой это был уголь. Вот как об этом говорил Мамай. Трудностей было много. Первое время ломались упоры, обрывались стальные канаты, снизились заработки. Дорабатывали машину свои конструкторы-умельцы в шахтной механической мастерской. О мамайовцах на шахте говорили, что успех им обеспечивает техника и энтузиазм. Так оно и есть. Людей творческого подхода к труду, с высоким сознанием долга перед Родиной, сплотил вокруг себя Николай Яковлевич Мамай. В мае 1961 года Николая Мамая попросили помочь горнякам, только что введенной в эксплуатацию шахты «Суходольская-1», освоить новую технику. В марте 1963 года комбайном «Укр-1» было добыто 18 050 тонн угля. Это была рекордная выработка по отрасли. В 1964 году за внедрение новой горной техники, достижение ее высокой производительности, Николай Яковлевич Мамай был удостоен звания лауреата Ленинской премии. В завершающие дни 1968 года его бригада в числе лучших коллективов Варшлавградской области участвовала в добыче 200-миллионной тонны украинского угля. Историческим для Краснодона стало 30 августа 1969 года. Мамаевцы выдали на гора миллионную тонну угля к столетию со дня рождения Ленина. В 1970 году, после окончания Краснодонского вечернего горного техникума, Мамай был назначен на должность помощника начальника участка. Руководство бригадой он доверил своему ученику Александру Яковлевичу Колесникову. В Краснодонском горкоме партии Александру Яковлевичу сказали, «Мамай принял эстафету от Алексея Стаханова «Смотри, не подведи». Позже Николай Яковлевич Мамай работал начальником смены, много внимания уделял работе с молодыми шахтерами. Он не держал в секрете накопленный опыт, делал его достоянием других. Был делегатом 22-го съезда КПСС, кандидатом в члены ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР 5-7 созывов. Шли годы, здоровье постепенно ухудшалось. Николай Яковлевич стал плохо видеть, тяжелый недуг сковал ноги. И 7 июня 1989 года навсегда остановилось в сердце прославленного шахтера. Каждое время выбирает своего полпреда. Алексея Стаханова, Валерия Чкалова, Юрия Гагарина, солдат 41-го, добровольцев сибирских строек. И если спросить шахтера назвать какого-нибудь горняка, с чьим именем связаны годы, когда со сцены сошел отбойный молоток, а за ним и врубовая машина, наступило время внедрения угольных комбайнов, фантастических рекордов, он немежко ответит, кто же еще? Николай Мамай. Он оставил добрый след на Краснодонской земле, став символом шахтерской доблести и славы. Надеемся, что и примером для подражания. Спасибо за внимание.